Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Вот мы сегодня ходим под предприятием Металлик и я показываю двери. Сегодня у нас видео посвящено дверям, которые есть в Металлике. Обычные, необычные, разные двери. Они чем-то отличаются одна от другой. Вот сейчас идем к третьей двери. Пошли. Это входная дверь. Мы выходим. Выходим и заходим. Но зайти мы уже не можем, потому что дверь уже замкнута. Для чего это сделано? Объясняю. Здесь кодовый замок есть. Нажимаешь на код и заходишь. Предприятие закрытое. Мы не хотим, чтобы здесь, как видите, очень много людей. Сегодня выходной день, но очень много заходят сюда на предприятие и мешают нам работать. Чтобы этого не было, мы повесили сюда замок. Как зайти? Я колдую. Отвернись секунду. Теперь поняли? Вот такой замок. Такой замок может сделать код есть. Нет, зайти сюда невозможно. Когда меня спрашивают, как зайти на ваше предприятие, я говорю, нажми 25 код и потяни за замок. Ну, там же замок. Я говорю, ты потяни за него. Вот, потяни, дверь откроется. Все. Ну, а когда кодовый замок срабатывает, дверь уже закрыта. Ну, тот, кто знает... Прикрывай ладошки и микрофон. Нет, не так. Ты вот так прикрывай, чтобы... Да, звук, чтобы... А, тогда мой звук. Тогда вот... Сейчас ветер. Ладно, порывы ветра. Ничего страшного. Вот. Значит, я еще раз показываю. Вот. Раз. Раз. И мы заходим. Заходим, закрываем. Открываем. Это может сделать каждый. Тот, кто, например, не хочет, чтобы к нему ходили лишние гости, он свободненько сделал. Устроить, наверное, вот таким образом. Подойди ближе. Обыкновенная защелка эта. А, видите, здесь болтики спилены. И здесь, покажи, это место. Вот. Все. Дверь закрыта. Я Александр Дог. Пока. Здравствуйте, земляне. Я Александр Дог. Вот я нахожусь на своем предприятии, которое называется «Металлик». Здесь мы выпускаем тяпки-самозаточки. Но в перерывах между тем, как мы выпускаем тяпки, я занимаюсь еще мелким конструированием, изобретательством. Ну, в общем, усовершенствованием оборудования. Создаем не только маленькие там какие-то приспособления, но и новые станки. Ну, хочу сейчас сказать об одном маленьком приспособлении, которое нам понадобилось вот здесь, на производстве. Может, оно кому-то тоже пригодится. Вот, смотрите. В каждом цехе, это токарный цех, вот здесь станки стоят. Обязательно есть заточной станок, который затачивает резцы. Когда затачиваешь резцы, летит пыль. Пыль нежелательна, особенно абразивная, когда попадает на направляющие. Она их съедает. Поэтому все стараются или сделать вытяжку, или спрятать куда-то заточные станки подальше. Вот глаз. Не от глаза, а от станков. Вот мы спрятали здесь. Вот здесь. Это заточной цех. Здесь еще есть вытяжка. Вот она идет сюда, сюда центрально уходит она. Но все равно пыль есть. И чтобы избавиться от этой пыли, мы сделали вот такую вот распашную дверь. Не распашную, а раздвижную. Почему сделали распашную? Путаясь. Почему сделали раздвижную? Потому что распашная дверь, вот она когда открывается, она занимает весь проход. Внутрь если ее сделать, она там закроет доступ к станкам. Когда вот такая дверь, она очень удобна. Видите, концевик срабатывает, загорается свет. Когда дверь закрываешь, через 3 минуты свет гаснет. Вот здесь окошко видно контрольное, чтобы... Но я хочу не об этом сказать. Я акцентирую свое внимание на этой двери. Вот видите, она распашная. Она сама закрывается. И закрывается медленно. Видите как? Для того, чтобы она закрывалась, вот сюда мы поместили вот здесь груз. Вот им тросик, видите? Покажи ближе. Вот тросик. Вот колесико. И здесь вот точно стучи. Здесь просто болваночка круглая. И она тянет дверь, и дверь закрывается. Вот еще это место покажи. Вот это место, узел. Видите? Вот, смотри. Все, груз тянет. Дверь закрывается. Но, все это хорошо. Если вы так сделаете, то, конечно, дверь будет хлопать. Она будет с неимоверной скоростью двигаться, и будут удары большие. Мы избавились от этого каким образом? Взяли трубу. Вот, видите? Обыкновенная труба. Пластиковая. Внутрь поместили поршень резиновый. И вот, соединили его с дверью. Смотрите, что происходит. Воздух закачивается через вот этот клапан. Вот клапан. Обыкновенный клапан, водопроводный, обратный клапан. Вот он. Вот, видите? Воздух туда заходит, а обратно он выходит медленно. Видите? И дверь закрывается плавно. Ударов нет. Вот если здесь... Вот я пойдемте еще покажу. Здесь просто дверь. Она без привода, без ничего. Открыли-закрыли. Здесь кладовочка. Здесь нет ничего. То там, конечно, она уже усовершенствована. Та дверь. Я выключаю свет. Сейчас еще здесь. Вот. То там, конечно, она изготовлена... Здесь все полностью самодельно. Нет ничего заводского. Обыкновенный ролик мы вытащили. Грузик. Кусок это... Это что? Швеллер. Вот он. Швеллер. Закрывает грудь, чтобы он... Ну, был закрыт. Да и все. Не колыхался туда-сюда. И никто, чтобы не мог за него зацепиться. А это обыкновенная пластиковая труба на 50. Поршень резиновый. И шток. Шток мы взяли. Просто гладкий пруток. Все. Вся система. Дверь. И смотрите. Сейчас свет потушим. Ведь он не горит. Когда мы открываем дверь, вот сюда, чтобы было окошко видно. Открываем дверь, вот загорается свет, потому что здесь стоит вот концевой выключатель. Покажи. Он соединен еще с реле времени. После закрытия двери реле времени срабатывает и выключает свет, чтобы кто-то, если вдруг забудет выключить свет, то он выключится сам. Вот такое маленькое, нехитрое приспособление. Но очень помогает нам здесь. Пыль не проникает к токарным станкам. Вот здесь везде направляющие, видите. Здесь абразив недоступен. Ну как, нежелателен. И он недоступен сюда. Он просто сюда не попадает. Вот я поделился с вами таким своим маленьким приспособлением. Кто может, сделайте для себя. Это очень легко. Я все рассказал, все объяснил. Пока. По скрипту. Я показал доводчик дверной в заточном цехе. А коль пошла уже разговор о дверях, ну вот мы идем мимо еще к одной двери. И остановились вот здесь. Это туалет. Обыкновенное заведение, где люди ходят, чтобы подумать. Но маленькое приспособление для чего сделано. Смотрите. Обычно, когда человек заходит, а другой начинает дергать. Есть ли там кто или нет. И стучится. Там заняты, не заняты. Чтобы этого не было. Смотрите. И видите, вот я захожу. Здесь еще стоит датчик. День-ночь. Он включается. Когда пасмурно. Вот сегодня пасмурно. Он уже включается. Ну, такая маленькая хитрость. Просто-напросто. Видите. Вот она сделана. Задвижка. Обыкновенный шпингалет соединенный. Вот. Покажи этот механизм. Вот он. Он соединен. Еще. Зайди сюда. Вот сюда я пройду. Соединен вот с такими вот флешочками. Видишь, это красный цвет закрытый и зеленый открытый. Все. А раньше мы постоянно, если кто-то сидит, дерг, дерг, дерг. Сейчас уже этого нет. Дерганий нет. А это старая-старая надпись. Ну, все. Всем пока. Здравствуйте, земляне. Я Александр Дог. Вот я нахожусь на предприятии, которое изготавливает самозаточные тяпки. Предприятие называется «Металлик». Я уже показывал нашу продукцию. Но хочу еще рассказать о некоторых особенностях, которые есть у нас здесь, присутствуют на нашем предприятии. Они такие маленькие, эксклюзивные особенности, которые мы сами придумали. И пользуйся ими. Возможно, это кому-то и пригодится. Я говорю в деталях. Не в деталях, а в общих. Это идея. Детали, конечно, каждый может сделать по-своему. Ну вот, сегодня мы снимаем это уже четвертое видео про двери. Вот, я постараюсь выложить все последовательно. Смотрите, вот я, например, несу что-то в руках. Ну, мы сейчас пойдем в покрасочный цех, где красятся тяпки. И иногда небольшие партии ребята приносят в руках. Вот я иду, несу тяпки. Руки у меня заняты. Как мне открыть дверь? Вот. Очень просто. Вот я раз. Видите, дверь открылась. И я зашел. Зашел сюда. Положил сюда тяпки. Здесь сейчас ничего нет. И вот еще одна такая дверь. Она изготовлена из поликарбоната. Видите, легко открывается. Хотя вес у нее около 100 килограмм. Это поликарбонат двухслойный. Каждый слой 18 миллиметров. 18, 17, 36 миллиметров. Здесь температура большая. Покажи, Дима, зайди сюда. Вот немножко осталось тяпочек. Они не ступает, а то и гремит. Они покрашены, остались. Но вообще-то это все, сушильная камера заполнена тяпками. Когда мы заполняем, включаем нагреватель и закрываем. Очень легко. Видите, одним пластом. Вот раз. Все. И здесь все укладнено. Поликарбонат имеет четыре слоя. Я сказал, два слоя. Два поликарбоната по 18 миллиметров. У каждого есть три камеры. Итого шесть камер воздушных. Тепло практически не выходит. Ну, еще сделана система. Пойдем сюда. Я покажу. Система грузов выведена на эту сторону. Вот она. Вот, смотрите. Сейчас я буду открывать двери. А ты покажи. Здесь находятся грузы. Они закрыты. Грузы просто, здесь металлы тяжелые. Двадцатка. И все. А как работает. Вот сейчас. Покажи это. Я открою. Вот такое нехитрое приспособление. Но она помогает в работе. Двери можно поставить доводчик, чтобы они закрывали. Но мы этого не делаем. Потому что иногда они должны быть открыты. Когда я открыл, эта система. Покажи ее близко. Она очень простая. Вот пружинка. Видите? Пружинка возвращает сюда на место. Этот механизм очень простейший. Когда дверь закрыта. Покажи. Ну вот я. С этой стороны. Покажи. И открыт. Все. Можно сделать это к любой двери. И потом, когда надо, закрыл. Все. Земляне. С вами был Александр Док. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Сейчас я нахожу на своем предприятии. Которое выпускает самозаточные тяпки. Об этом разговор будет отдельно. Но здесь они выпускаются. И я уже рассказывал в своих видео о разных приспособлениях. О станках, которые мы изготавливаем. Даже заново. А сейчас я хочу сказать о мелких приспособлениях. Рассказать. Которые здесь в металлике применяются. Это уже будет пятое видео. Которое посвящено дверям. Здесь много дверей. И раздвижные. И распашные. Разные. Ну вот. Еще одна дверь. Чем она отличается от других дверей? Ничем. Она распашная. Обыкновенная дверь. Но мы ее переделали. Подойди ближе. Вот видите навесы. Мы их срезали. И удлинили сюда. Вот. Раньше они открыли. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы когда мы на тачке заезжаем сюда. Завозим продукцию какую-то. Нам нужно использовать весь проем. Вот я показываю сейчас. Весь проем использовать. Вот тут такой вот у нас ограничитель. Эксклюзивный. Пока такой. Видите? Все побито. Потому что тачкой когда закатываешь. Вот она тачка. Я сейчас показываю. Вот. Чтобы ее выкатить нам необходимо освободить весь проем. И чтобы его не переделывать. Там дверь широкую делать. Дверь широкая она пропускает много тепла. Выпускает зимой. Мы взяли эту же стандартную дверь. Но вот видите. Вынесли ее сюда. И еще. И еще. Смотрите, что происходит. Я сейчас покажу. Зайди сюда. И еще здесь вот у нас система такая же грузов. Видите? Вот два ролика. Она еще дверь и закрывается. Вот видите? Закрывается. Вот груз. Покажи еще. Вот. И. Вот я заезжаю. Заезжаю. Чтобы мне открыть дверь. Вот дверь закрылась. Я что делаю? Я просто еду. Ну здесь, конечно, ящики стоят с продукцией. Сегодня выходной. Вот я открываю ее. И поехал. Я поехал. Дверь закрывается. Мелочь. А приятно. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Вот я сегодня показывал все двери, которые у нас с хитростями, с небольшими, есть на предприятии «Металик». Водил экскурсии. Показывал моим подписчикам. Возможно, кому-то и пригодится. Это мелкая хитрость такая. Может быть, не только хитрость. Там показано все. Вот. А здесь у меня в саду есть такая вот комнатка, где хранится там у меня. Ну, мотоблок разное такое. Всякое. Там тяпки. В общем, всякая-всякая всячина. Вот. И вот видите, висит замок. Если кто-то увидел мой ролик о таком же замке на предприятии «Металик», и там он открывается кодовым замком, сначала кодовый замок открывается, то здесь, сейчас я поверну видео в эту сторону, и расскажу, как работает этот. Здесь нет никакого кодового замка. Видите, дверь замкнута. Нужен ключ, чтобы открыть. Видите? Вот она. Так. Кручу-верчу. Открыть не могу. Но достаточно сказать, например, слово «Сим-Сим, откройся», и эта дверь будет открыта. Ну, просто надо знать это слово, и все. «Сим-Сим, откройся». Вот я сейчас говорю, только надо сказать трижды. «Сим-Сим, откройся». «Сим-Сим, откройся». «Сим-Сим, откройся». О, видите? И все. И дверь открылась. И мы зашли сюда, тут у нас шланги, тяпки, лопаты. Вышли, закрыли дверь. О, и все. И она опять закрыта на замок. И чтобы опять попасть, я говорю, «Сим-Сим, открой», «Сим-Сим, открой», «Сим-Сим, открой». Раз, и дверь открывается. Все. Видите? Просто как хорошо. Удобно. Не надо никаких ключей. Вот. Ну, конечно, я расскажу секрет, как это все сделано. Вот здесь, видите, у меня тут кнопочка. Вот я, смотрите, что пальчиком нажимаю. Защелочка открывается. Я не боюсь никаких воров, потому что у меня три охранника французских бульдогов. Вот, видите, как сделано. Вот такой вот замочек. Вот я, смотрите, нажимаю, и он открывается. Он открывается без ключа. Это может сделать каждый. Просто и надежно. И тем не менее, зайти сюда никто не сможет. Дверь изготовлена из толстого металла. Четыре миллиметра. Замок мощный. Сказал волшебное слово «Сим-Сим». Дверь и открылась. Продолжение следует.